продолжаем разливать мед это последний мед этого сезона наконец-то мы его докачали сейчас мы разливаем мед откачанный с раёв это васильковый мед собранный в богатольском районе очень ароматный но мы каждое ведерко подписываем то есть он будет у нас иметь маркировку в.г. чтобы мы не перепутали его с другим медом васильковым и продаваться он будет уже самую последнюю очередь мы его даже не сдавали на пыльцовый анализ но мы хорошо как говорится уже изучили васильковый мед и может быть с уверенностью так скажем 99 процентов говорить что в этом меде василька не менее 70 процентов по нектару а по пыльцовому анализу я думаю процентов было бы тут его где-то 25 это вот так 20 вот так вчера была активная полемика в группе участников конкурса лучший мед сибири или там как сибирский мед 2024 и я сказал что я запишу видео где расскажу как говорится как мы дошли до того что мы уверены в качестве не в качестве а мы уверены в своем меде как меди который способен завоевывать какие-то призовые места на каких-то конкурсах так вот как мы к этому шли во первых сразу хочу отметить что все меда который мы отправляли на конкурс в этом году они все собраны только на кочевых пасеках то есть это говорит о чем о том что мы не сидим как это грубо сказано ровно ровно на жопе и ждем когда к нам пчелы принесут чудомет который может победить не бывает такого конечно такое может быть но это как правило либо вам очень повезло с местом либо же скорее всего вы заранее искали местность будучи уже имея опыт где организовать стационар для получения высокосортных медов сожалению в это наше время довольно бурного развития сельского хозяйства это такая рулетка можно найти шикарное место а через 10 лет появится что рядом будут что-нибудь да все эти и все ваши как сказать усилия на перерастание к одному месту стационару они будут бессмысленны и вам придется вы все равно кочевать если вы уже будете серьезно заниматься пчеловодством так вот как мы к этому пришли во первых мы занимаемся пчеловодством профессионально и всегда мед продаем был у нас опыт торговли оптовой но последние лет так скажем 20 мед мы продаем в розницу поэтому мы заинтересованы именно в эксклюзивах в медах которые медах которые будут только у нас поэтому мы ищем ездим например понравился на мед у кого не пчеловода мы берем этот мед вот был у нас такой опыт отправили на пыльцо анализ узнали какие растения в этом меде преобладают начали искать где получить нам такой мед поиском местности обсмотром местности объезда мы находим какие-то определенные медоносы которые были преобладающих в пыльцовом анализе и выводим на следующий год туда пчел до вероятно то что нам повезет она не стопроцентная но тем не менее таким образом раз мы получаем редкий сорт меда для нас редкий и в редкий который на рынке с яркими вкусами качествами например получилось так что раз но и не тот мед значит место не то мы больше туда не встаем то есть это интересно только для пчеловодов кто специализируется на сборе меда с дикоросов конечно это бессмысленно для тех кто например разводит пчел какому-нибудь алтай где основного меда 90 процентов это мед собран с гречихи из других пассивных растений им эта тема и не интересна поэтому когда они не выигрывают просто в категории разнотраве на конкурсах ну извините для вас специально есть категория гречишный мед потому что он тоже мед но он другой и сравнивать мед с дикоросов не совсем правильно конкурсы будут надеюсь развиваться дальше будут увеличивать количество категорий и каждый заслуженный мед найдется награду так вот дальше вот мы вывозим чел получаем мед параллельно мы опять же сдаем метод это на полицию анализ для анализирования анализа состава меда но 90 на процентов конечно это все-таки органолептика то есть мы по вкусу смотрим какой мед интересно не интересный то есть это можно этому научиться окончив курсы можно к этому самому прийти принципе как мы к этому пришли то есть мой курс и не заканчивали но ник не курим рецепторы у нас как говорится в идеале и мы по вкусовым органолептики можем дать фору любому сомелье поэтому врожден на чувство вкуса я бы так сказал и сами лишь смогут поспорить да вы скажет много из себя представляете но тем не менее сами сомелье наш мед оценивают на призовые места и сами говорят что у нас мед хороший значит что-то мы в нем соображаем мы же не отправили на конкурс 10 образцов меда примерно столько разных сортов мы в этом году получили у тебя на пасеке мы отправили на один конкурс 4 на другой 5 то есть 5 наиболее разных наиболее ярких то есть мышь как-то этот выбор сделали поэтому когда я говорю в наших роликах что изучайте меденосную базу получаете мед с дикоросов и получаете монофлорными да все как бы комментариях пишут там можно сказать такой с издевкой типа пчелу не заставишь ну мышь как-то заставляем и другие пчеловоды победители в этих конкурсах как-то же получают призовые меда да может кому-то повезло никуда не ездить но основном я знаю что таких конкурсах выигрывают профессиональные пчеловоды которые первую очередь имеют хороший хорошую базу знаний по медоносам что дает нам этот конкурс вот нам как продавцам меда розничным дает конечно же плюс что мы можем конечному покупателю говорить что вот наш мед призер для обычного человека конечно этот конкурс не то что не интересен но так так чисто потешить свое самолюбие либо самоутвердиться в качестве своего меда либо наоборот разочароваться ну мы участвуем в этих конкурсах можно сказать в первую очередь для того чтобы вся эта машина которая запустилась по популяризации меда вот именно по по проведению конкурса чтобы она работала но не мы мы не будем участвовать то там то ничего не будет участвовать в итоге вся эта работа она тяжелая по организации всех этих конкурсов по обучению она будет никому не нужна ну и как бы никакого развития поэтому можно сказать такая социальная социальная как это правильно выразиться позиция именно для развития как для поддержки всех этих конкурсов вот мы в этом году участвуем в двух конкурсах я говорил лучший мед в сибири назовем его и лучший мед россии так вот с учетом стоимости меда из той отправки от стоимости пересылки стоимости сумм взноса за за конкурс мы на два конкурса потратили что я считал что в районе 17 что ли тысяч или 16 тысяч рублей то есть вроде это серьезные деньги кто будет просто свои деньги брать и выкидывать в какой-то непонятный конкурс могут знакомым пчеловодом общего но просто друзьям рассказывали про конкурс сразу же первый вопрос была на фига он нужен про этих организации никто не знает действительно про гильдию медовых сомелье про так скажем гильдию там или правильно назвать конь союз дегустаторов сибири про них никто не знает знает узкий узкий круг пчеловодов все то есть почему многие возмущены хотят участвовать вот опять же одна из причин про них никто про вас никто не знает нужно вкладывать не знаю или ролики какие-то постоянно ли какой-то информационную работу вести чтобы вас знали вы были на слуху чтобы когда конкурс проводится конечный покупатель мог зайти как говорится на авторитетную страницу и посмотреть в этом году вот эти вот эти районы нужно нужно обратить внимание их меда стали победителями где там в этом какой-нибудь районе пчеловод есть знакомый вот для чего надо а так как как говорится где-то там провели конкурс результаты опубликовали пчеловоды в чатах в интернетах поругались между собой чуть-чуть с организаторами о том что опять все не открыто без фамилий без районов непонятно как считалось особенно когда отставание там десятые баллы тоже неохота людям проигрывать но и в итоге шумишка шумиха идет там недельку потом затихает опять до следующего года на следующий год смотришь либо одни и те же участники кто в том году победил либо появляются новые участники кто считает что вот у этих товарищей мед выиграл а мой то сто пудов лучше то есть такая я сказал из-за гордыни своей некой начинает участвовать пролетают например все как правило пролетает 99 процентах случаев такие люди проигрывают со своим медом и начинают отговаривать других от этих конкурсов а если бы какая-то не знаю работа велась ну легко конечно говорить легко говорить сложно делать посмотрела кстати результаты по баллам так вот рапсовый мед наш занял второе место я потом отдельно ролик сниму про эту тему когда нам принес пришлют диплом рапсовый мед занял второе место таежный мед с васильком занял второе место но по баллам он что-то нам на одну десятую отстал от первого места от двойного можно сказать практически первое место занял причем он участвовал в категории таежное темное разнотравье и это волосам и многочисленная категория там было порядка что 39 вроде медов то есть конкуренция там была дик лютая при этом там было очень много медов горного алтая темных медов таежных с дягилем там то есть это всегда это по крайней мере можете пообщаться с пчеловодами тех районов они считают они очень сильно свой мед ценят поэтому когда какой-то красноярск вдруг неожиданно их обошел поверьте им было очень обидно причем степь красноярск не горные равнинный такой леса такая там таежная зона была леса степь то есть и лес и луга вина поэтому оселек там был в составе васильковый мед который у нас был довольно темноватый он занят третье место тоже по баллам он отстал на одну десятую второго места ну отстал до отстал он был действительно темноватый я бы как оценщик я бы ему снял балл именно за то что он темноватый то есть номинации в категории светлый мед он бы по моему мнению не победил он победил в категории не знаю василькового меда а в категории именно светлых медов она кстати так и происходит выиграют меда изначально светлые например донниковый мед и яркие вкуса вот как донниковый поэтому если как кто-то отправляет мед донниковый с хорошим процентом донника он побед становится победителем также как если в категории темных медов отправить мед с каштана который черный имеет яркий вкус и аромат то в том году был конкурс лучший мед россии так вот все три места в номинации темная разнотравия занял каштановый мед это конечно не честно это дискриминация бы сказал других медов потому что если у вас столько участников с каштановым медом почему вы не делаете отдельную для них категорию это же не разнотравит а специфическими да вот у нас в этом году на конкурсе в сибири была отдельно категория донниковый гречишный горный мед хотя тоже горный такая категория у нас наш луговой мед светлый из района мы отправили в категорию светлая разнотравия потому что светлый монофлорный мед был васильковый и тот мед был очень нежный естественно он проиграл медам которые имеют примесь хорошего других медоносов но ну то есть а если бы он был в категории горный у него были бы шансы на победу также и коллега отправил донниковый мед с разнотравием тоже светлый мед тоже в нету так скажем категорию а если бы он был в категории горный он бы тоже мог стать призером так вот горка что то горный какой там еще был мед донниковый васильковый а все вроде монофлорных медов больше и не было это конечно от активности участников зависит если бы отправляли меда поактивней там рапсовый не знаю подсолнечные то и категорию будет уводили кстати про рапсовый мед хочу сказать вот он мы там второе место заняли на пол что либо отстали отстали от первого места так вот по количеству баллов первое место занял рапс который по баллов ему бы хватило чтобы стать призером в номинации монофлорные светлые меда то есть не было отдельной категории рапсовых медов то рапсовый мед среди светлых монофлорных достал занял бы допустим второе или третье место то есть представьте вот выговор говорят ноги араб с говно и он никогда в жизни ничего не займет тем не менее если бы категорию отдельно не выделили то он бы занял там призовое место конечно это тяжело сказать что василек с рапсом сравнили василек проиграл например там по аромату по вкусу но каждый мед оценивается рапс оценивается как рапс василек как василек на соответствие меду от пчеловода что зависит влажность зрелость чистота меда в плане мусор чтобы там не попал и прочее вот например никогда не готовили никакие образцы конкурсу просто берем ведро открываем наливаем отправляем все то есть у нас весь мед которым отправили на конкурс он у нас он в свободном продаже стоит магазине конечно кто профессионально участвует в конкурсах там какие то есть свои нюансы некоторые его фильтрую через какие-то там дополнительные мешочки нейлоновые чтобы не было не да бог никаких соринок не было никаких кристаллов меда конечно за это наверное снижают баллы ну блин мы как-то к этому не то что да да серьезный конкурс не относимся отправляем до отправляем а может быть весь вот так и подготовку такую вели кто может быть призерами становились нужно что тоже баллы снижают меда не становится победителем ну можешь когда ты станет будем стараться будем стараться